Добрый день, уважаемые коллеги! Мы начинаем наш очередной вебинар проекта Директ Академия. И сегодня мы поговорим о том, как сделать ЭБС-квест увлекательный, интересный, как познакомить студентов с возможностями и функционалом электронной библиотеки. Почему возник этот вопрос? Ну, это было связано с той проблемой, с которой я столкнулась, работая в ВУЗе, проводя занятия со студентами, что не умеем пользоваться электронной библиотекой, подписка есть, но... А там ничего нету. А там по теме курса мы ничего найти не смогли. И вот тут мы вышли на то, что мы не знаем функционала и даже не знаем все возможности, которые предоставляет электронная библиотечная система. И что уж говорить, студенты иногда и преподаватели не знают о тех функциях, о тех возможностях, которые она дает. Поэтому я рассматривать буду на примере той библиотечной системы, на которой подписан наш ВУЗ, это университетская библиотека онлайн. И, соответственно, те задания, те скриншоты, они будут взяты как раз из этой электронной библиотечной системы. Если у вас другая, ничего страшного, можно адаптировать и под свои нужды. Заодно изучим функционал. И вот так вот родилась идея, что нужно как-то им дать вот эти знания, и лучше это сделать в какой-то, может быть, игровой форме, нежели просто разместить инструкцию, которую вряд ли все равно кто-то будет читать. Ну а когда есть какой-то элемент соревнований, загадок, игр, подсказок, бонусов, ну, согласитесь, это все-таки интереснее сделать. Да, еще маленькое дополнение. Те примеры, которые я сегодня буду показывать, в некоторых случаях я заменила реальное задание из этого квеста на аналогичное. Для чего это сделано? Потому что этот веб-квест потом будем использовать для обучения и для тех, кто хочет освоить университетскую библиотеку онлайн. То есть он будет запущен, и поэтому, чтобы не раскрывать все секреты, ну, в принципе, контент всегда можно поменять, главное посмотреть, подсмотреть сами идеи, как это можно сделать. Поэтому не удивляйтесь, если вопросы будут, например, или какие-то примеры, не совсем про ЭБС. Конечно, я старалась максимально приблизиться, но чтобы не раскрывать уж все тайны, чтобы потом, если кто-то будет играть из подписчиков, я думаю, что сегодня у нас есть среди слушателей и подписчики университетской библиотеки, чтобы вам было интересно. Но все-таки некоторые хитрости открою. Эх, придется мне их потом переделывать. И мы пройдемся по такой поэтапной разработке веб-квеста. Я остановлюсь прям по этапам, как разрабатывается веб-квест. На примере вот этого квеста, он у нас назывался по-разному. Мы играли в двух группах, с первым курсом и с третьим курсом. И немножко, конечно, адаптировался, немножко менялся. Названия были немножко разные. Остров книжных сокровищ или сокровище ЭБС Острова. Ну, вот немножко так варьировали. И остановлюсь на теории. Долго останавливаться не буду. Кого интересует разработка веб-квестов, определение понятий, посмотрите, предыдущие три вебинара Анастасии Пухоруковой. Мне эта позиция, ее достаточно близка, поэтому я вот по этой схеме и иду, но уже со своим примером, что называется. По поводу вот этих двух... Ой, сейчас возьму указку. Двух пунктов добровольного участия и понятных правил игры абсолютно согласна. У нас это тоже было. Обязательно должно. Должно это присутствовать в веб-квесте. Но у нас был такой смешанный, наверное, формат. Это веб-квест, который тесно прижимается к сетевой акции. Потому что цель игры была создание совместного продукта. Уж не знаю, насколько это медиапродукт. Если в двух словах сказать, то структура этой игры была у нас следующая. В течение изучения материалов по курсу тайм-менеджмент мы собирали информацию, вернее, студенты, собирали информацию, интересные факты, интересные какие-то сюжеты, упоминания по различным темам, которые мы проходили. И в конце они выполняли, у них было на последнем занятии, такое итоговое задание. Они должны были подготовить в формате слайдов презентацию и выступить, такое публичное выступление, презентовать свои находки. Отсюда и родилась вот такая идея путешествия, веб-квеста как путешествия с целью поиска сокровищ. Ну, понятно, сокровища – это вот те самые цитаты, те самые подтверждения из источников или сами книги, связанные с темой организации времени. То есть мы связали две темы. Мы не стали делать веб-квест просто по функционалу электронной библиотеки, а это было как необходимые условия, необходимые навыки для того, чтобы найти сокровища по теме, там, книжные сокровища по теме курса. Ну, вот так вот мы связали две темы воедино. Поэтому здесь была основная цель, да, создания такого совместного продукта и его представления – презентация. И попутно как бы мы еще и изучали функционал библиотеки. Ну, это как вот условия прохождения этапов. Вот этот подход очень хорошо, кстати, сработал, и ребята активно этим пользовались, играли. Ну, еще немножко про теорию. Реальный… выбрали вариант виртуального квеста. Реальный гибридный формат. Здесь сложно было реализовать. Ну, во-первых, куда бегать, как проводить в реальном времени, если все происходит в электронной библиотеке. Да, ну и, опять же, контроль. Поэтому выбрали вариант виртуального квеста. Вариант виртуального квеста и выбор… Что еще было на этапе выбора? Выбор движка. Здесь мы обошлись без использования движка. Применили такой принцип пазлов, когда весь веб-квест собирается из разных сервисов, различных сайтов, приложений и прочего. Ну, например, у нас есть маршрут. Да, это маршрутизированный квест. Но в то же время есть и возможность проходить по отдельным локациям. И каждая локация, где разворачивается действие, это отдельное приложение, это отдельный сайт, это отдельный ресурс, например, где мы делали, выполняли тестовые задания. Что-то удалось, где были возможности вставки виджетов, мы это вставляли на сайт, использовали тильду. Ну, а там, где не было, и очень часто сама локация, место действия – это была сама электронная библиотечная система, университетская библиотека онлайн. Да, поэтому здесь вот как бы с локациями, с большинством локаций, ну, вопросов особо не возникало. Мы, вот там мы осуществляем свои действия. Ну, и плюс еще дополнительные локации добавлялись. И самое важное, реализовали систему одного окна за счет связки системы дистанционного обучения вуза, там, где у нас размещаются электронные журналы, личный кабинет студента, задания, аудиторные занятия, самостоятельная работа. Идет переписка, возможность взаимодействия и общения. И для самого квеста я использовала сайт тильда. Сразу скажу, это был платный формат, и многие из тех возможностей, о которых сегодня буду говорить, они присутствуют на платном тарифе тильды. В бесплатном аккаунте их может не быть, и чаще всего нет. Например, тесты. Но, так как у меня на этом сайте живут еще мои собственные онлайн-курсы, блоги и много чего еще, поэтому это вот самый идеальный вариант был. За специальные движки, игровые, квестовые движки, вот в вебинарах Анастасии Пахаруковой, она об этом рассказывала, об этих движках, они, как правило, платные, и там где-то стоимость от 1000-1200, по-моему, рублей, она называла, за каждую игру. Здесь можно сколько угодно проводить, аккаунт есть, и таких вопросов не возникает. Ну и к тому же очень часто, если вдруг задумаетесь в сторону тильды, очень часто следите, они проводят акции, снижение цен, выдают бонусы, скидки, и подлавливают такие акции для продления аккаунта, и выходят не так уж и дорого. Примерно то же самое. Ну, может быть, чуть подороже, но зато получается огромное количество возможностей. И пройдемся по этапам создания веб-квеста, покажу, что и как мы делали, что у нас было, чего у нас не было. Сразу скажу, сначала я вам покажу, пройдемся по презентации, а потом я вам демонстрацию экрана, покажу, как это работает в действительности. Ну, может быть, не удержусь, и где-то в середине тоже выйду на демонстрацию экрана. Итак, чего у нас не было? У нас не было такого этапа, как встреча с агентами, ну, потому что у нас не было самих агентов. У нас не было ни приглашенных актеров, ни дополнительных ассистентов-модераторов, только один преподаватель и группу студентов в индивидуальном и командном формате, проходящий этот квест. Автоматическая выдача заданий. Вот здесь задания, можно увидеть сразу все задания, все этапы квеста. Ну, пока вот сделали так. Автоматической выдачи нет, но можно открывать вручную. Задания сделать заранее, закрыть их и потом открывать, например, в определенный срок. Можно выложить их всех. Ну, я не вижу здесь большой беды для вот такого ЭБС-квеста. Если кто-то раньше проходит и выполняет этап, он, во-первых, получает бонусы, во-вторых, есть еще бонусные задания, которые он может выполнить, ожидая открытия следующего этапа. Есть чем заняться. Обработать уже собранный материал, да, то есть какие-то задания на этот период тоже имеются. И таймеры. У нас не было автоматизированных таймеров на отдельные этапы, то есть сколько времени осталось до окончания каждого этапа. Такий вот обратный отсчет времени стоит не только на главной странице. Сколько времени осталось до конца игры. На каждый этап не делали, но все-таки тема тайм-менеджмента, дедлайны прописаны, и я вам это покажу. А дальше уже сама организация следить за тем, чтобы не пропустить дедлайн. Ну, вот немножко так к теме привязали. И пройдемся сразу по этапам. Это вот то, чего у нас не было в нашем веб-квесте. По этапам. Первый этап – регистрация участников. Может быть, несколько форматов регистрации. В самой тильде предусмотрено три формата. Это саморегистрация, это регистрация уже вручную, то есть я заношу участников, и им приходят ссылки или сообщаю кодовое слово, по которому они попадают в данный квест. И есть еще формат доступа по оплате. Ну, это если вы будете в коммерческом формате проводить. У нас все-таки квест был как учебное задание, включали формы ТКУ, поэтому вот здесь последующие два этапа саморегистрации и регистрации по оплате, они отпали, и вручную просто студент всех внесла по спискам, по группам, для того, чтобы никаких вопросов не возникало. Что важно еще на этапе регистрации участников сделать? Определить, сколько у нас будет игроков, определить количество. От этого, ну, здесь тоже легко, по количеству учащихся в группе, но, опять же, с учетом того, что не все могут, будут принимать участие в игре, собственно, принцип добровольности, он касается всех заданий самостоятельной работы. Хочешь баллы, ты работаешь, не хочешь, ты задания не выполняешь, но баллы теряешь. Поэтому здесь игра, она входила в формы, являлась формой текущего контроля успеваемости, и здесь вот такого совсем принципа добровольности без последствий соблюсти не удалось. Но если вы проводите игру совершенно отдельно, не привязываясь к бальной рейтинговой системе и не прописываете ее в РПД, в тематический план, не привязываете ее к бальной рейтинговой системе, не описывая в фондах оценочных средств, ну, здесь, конечно, попроще будет. Формат прохождения квеста тоже определили на этом этапе. У нас было два таких формата. Начиналось все с индивидуального, и сначала проходили, изучали университетскую библиотеку в индивидуальном формате, каждый сам, и потом в конце объединялись в команды, ну, каждый набрал свою дозу, свою порцию сокровищ, и дальше мы это все объединяли в единый результат команды и командное же представление результатов на последнем итоговом занятии. У нас это проходило в очном формате, поэтому здесь такой элемент гибридности тоже присутствовал, но если все опять закроет нас на онлайн, на дистанционное обучение, ну, можно провести, например, в Zoom или в формате вебинара, как у вас проходят очные занятия в дистанционном режиме, это тоже вполне реально и можно сделать. И здесь же продумываем способы деления на команды, как мы это будем осуществлять. Кстати, по сервисам жеребьевки распределения на команды, не буду повторяться, у Анастасии Пухоруковой во втором ее вебинаре, предпоследнем, она приводила несколько сервисов, которые позволяют это сделать, например, в дистанционном режиме. Ну, мы делали с помощью колеса фортуны, делились на команды в очном режиме, на очном занятии. Ну, такой вот способ у нас, такая возможность была, мы сделали так, а не в виртуальном режиме, не в удаленном. И покажу, как мы это сделали в тильде. Деление на команды, деление и подключение к квесту, это все происходило в тильде. Я вам говорила о совмещении двух систем, это система дистанционного обучения вуза и тильды. На тильде только все, что касается веб-квеста. А в СДО студенты, когда заходят в личный кабинет, открывают название предмета, они видят все задания, которые у них прописаны, на самостоятельную работу, аудиторное занятие. И вот там как раз было прописано задание на веб-квест. И дальше можно перейти к этому заданию, открыть. И вот туда мы размещали правила поведения во время игры, такой сетикет, чего можно, чего нельзя, как осуществляется взаимодействие, как дается обратная связь. Ну, вот правила игры, информация о штрафах и бонусах и основная информация об игре, о дедлайнах, о критериях, на что обращать внимание. То есть такого вот организационно-регламентационного плана информация была выложена в СДО. Но уж мимо СДО ни один студент не пробежит, который заинтересован в учебе. И там же давалась ссылка на главную индексную страницу веб-квеста, с которой мы потом уже переходили к другим страницам и к другим этапам выполнения этой игры. Ну, такой вот формат у нас был предусмотрен. И взаимодействие со студентами, использование электронной почты, что-то они высылали файлами, тоже через, только через СДО. То есть никаких личных почтовых ящиков преподавателей не было. Там есть возможность делать рассылки студентам. Там же шло информирование об открытии нового этапа или какая-то информация по прохождению. Там же я высылала им бейджики, которые они зарабатывали отдельным участникам. И информация для всех остальных, что вот у нас там, как мы проходили. Как мы проходим, на каком этапе находимся. Ну и, соответственно, вся обратная связь от студентов тоже только через СДО. Во-первых, это все фиксируется, сохраняется. Ну и я не могу поставить в электронный журнал оценки, если задания, выполненные в файлах, они прикрепляли ответом к заданию в самом практикуме. Не на почту, а прикрепляли в основном. На почту то, что не учитывается больно-рейтинговой системой, а на какие-то дополнительные плюшки. А вот это все через СДО. Во-первых, это все собирается в их портфолио. Всегда можно посмотреть, что делал, что не делал. Во-вторых, без этого я не могу поставить баллы в электронный журнал. То есть здесь важно понимать вот то, о чем не всегда говорят, когда рассказывают о разработке веб-квестов. Если веб-квест у вас является формой учебного занятия, формой текущего контроля успеваемости и прописан в учебно-тематическом плане, прописан в РПД, в фонде оценочных средств и привязан к балльно-рейтинговой системе, вот здесь очень внимательно нужно на предварительном этапе еще до регистрации участников продумать все вот эти детали. Как мы будем поощрять за игру, как мы будем давать баллы, какие баллы, сколько мы можем дать, так, чтобы не возникало конфликтов потом с итоговым. Значением больше 100 баллов мы поставить не можем вообще за весь курс. Очень четко распределить баллы на эту игру и потом уже по этапам их разнести. Я вам покажу в самом конце сетку, которую я делала в таблице Excel. Она сделана для курса, по всему курсу тайм-менеджмента, но это же можно применить и под веб-квест. Поэтому вот здесь очень осторожно, очень внимательно, много времени на это может уйти, но это важно сделать, чтобы, во-первых, довести информацию до студентов, во-вторых, чтобы нам потом на ходу не переделывать правила и не переделывать всю вот эту бальную систему за все задания, потому что мы не вписываемся в баллы, которые по РПД. Но этим веб-квестом мы очень хорошо, например, закрываем некоторые компетенции, которые есть по направлению для дисциплины по матрице компетенции. Все, что связано с поиском, анализом, обобщением информации, представлением результатов в основном и письменном виде. Помните, формулировки могут быть разные для разных направлений, но если эта компетенция есть, вот этой игрой она закрывается просто здорово. Да, там, поиск информации, умение работать в цифровой среде с использованием технологии интернета и так далее. Вот эти компетенции очень хорошо закрываются, и поэтому в РПД эта игра вполне может даже и вписаться как самостоятельная работа студентов. Почему нет? Ну, какие-то этапы могут и перейти в очный формат, аудиторная работа. По регистрации участников в самой Тильде. Что мне здесь понравилось? Почему еще один плюс в сторону Тильды был выбран? Есть возможность создать из личного кабинета группы участников. У нас была такая группа WebQuest, и эта группа становится закрытой, и все страницы сайтов, которые мы к этой группе привязываем, они также будут доступны только для участников этой группы. Ну, такая небольшая защита. Две ссылки здесь формируются. Одна для регистрации в эту группу. Мы ее даем в том случае, если предусмотрена саморегистрация, там, по кодовому слову или как-то, и ссылка на вход. Вот эта ссылка уходит с e-mail-оповещением, когда мы участника добавляем в группу. Вот такие поля здесь есть. Активные участники – это те, кто добавлен в эту группу. Вносится имя пользователя. Я, как правило, вношу фамилию, имя, отчество, потому что есть студенты тезки, чтобы не было потом путаницы. Действующий e-mail. Вот эти данные можно взять или в доконате, или староста собирает, либо студенты сами предоставляют. И затем я их вношу сюда. И подсоединяю их в группе. Просто нажимаю вот этот движок «Включить», «Добавить в группу», и он становится активным. И здесь появляется обозначение, в какой группе он состоит. Здесь участник у нас состоял еще в одной команде, на которую делилась вся группа. Поэтому у него здесь две. Было прописано, но я показываю та, которая есть. Личные данные, опять же, я буду закрывать, поэтому в скриншотах они будут немножко закрыты. Личные данные не показывают. Показывается, когда человек зарегистрировался и когда он был онлайн. Еще один плюс, который здесь есть. Входить в группу можно не более, чем с трех устройств. Вот такое ограничение стоит на сайте. Это тоже очень здорово. Склачено, склачено, а здесь только три устройства. Ну и потом я могу тоже здесь подробно не расписываться. Действия на сайте, какие страницы смотрел, как в некоторых LMS. Этого здесь нет, но активность тоже, в принципе, можно увидеть здесь. И мы использовали онлайн-тестпэд для некоторых загадок, заданий. Там тоже можно увидеть активность, с какого IP заходил, как заходил. Ну и, соответственно, понять, человек сам заходит или кто-то под его учетной записью. Это тоже по активности можно будет увидеть. А, Ольга Монтонина. Расшифровываю, коллеги. Хорошо, окей. ЭБС – электронная библиотечная система. УБУ – университетская библиотека онлайн. Просто я использую аббревиатуры. Вот это вот электронная библиотека, если проще говорить. Поменяю на слова электронная библиотека. Может быть, так будет понятнее. СДО – система дистанционного обучения, которая принята в ВУЗе. Это может быть какая-то LMS. Например, тот же Moodle или что-то другое. У нас, например, Витрик стоит. Это то, где студенты... Вот наша система электронного обучения, нашего ВУЗа. Вот как у нас принято. Вот это имеется в виду СДО. РПД – рабочая программа дисциплины, которую пишут все преподаватели ТКУ, текущий контроль успеваемости. То есть все задания, все упражнения, все активности, за которые начисляются баллы, и в конце они складываются в общий результат – вот это и есть текущий контроль успеваемости. И если мы делаем вот такой веб-квест не в свободном формате, или, например, у меня есть параллельно с ВУЗом еще свой онлайн-курс, и я там могу сделать веб-квест, вот там у меня больше свободы действия. А здесь мы все-таки немножко больше связаны вот этими ограничениями, которые накладывает у нас такая формализация как учебного занятия, как элемента контроля успеваемости именно в рамках вузовской программы. А мы это делали именно как учебное занятие, как самостоятельная работа студентов. И дальше вот во вкладке «Пользователи» в тильде есть… Надеюсь, что я ответила на вопрос. Если что-то еще будет непонятно, вы пишите в чат, я еще раз повторю, объясню, не страшно. И есть… вот здесь дальше идет «Нет в группе» идет список тех участников, которые в других группах, например, состоят, но к веб-квесту они не подключены. Пока я их не подключу, они ничего не увидят. Ну, вот эта вот защита мне тоже нравится в тильде. И очень так нормально сделана. Как там все не так вот прям очевидно, но если кого-то настройки заинтересуют, можно будет провести, например, такой микрокурс, как чего настраивать в тильде. Чего знаю, с чем имела дело, тем поделюсь, расскажу и покажу. И вторая вкладка страницы. Я подключаю страницы сайта. Идет большой-большой список всех страниц сайта, аккаунта. И я выбираю те, которые я хочу подключить к этой игре, к этому веб-квесту. Как только я их подключаю и добавляю в эту группу, они становятся видны только участникам этой группы. Даже если эта страница, например, есть... Мы попытаемся... У нас есть ссылка на эту страницу, но мы не являемся участником команды, участником вот этой веб-квеста, то мы на эту страницу... Он нам скажет, извините. Мы ее не увидим. Это тоже очень удобно. Можно из одних и тех же страниц делать копию, дубль. И внутри, например, можно делить участников на команды прямо здесь. Вот есть общий список участников, которые входят в группу веб-квест. Это все участники. А потом они у нас на определенном этапе делятся на команды. Это команда сталкеров, искателей, собирателей и так далее. И вот сюда я делаю еще одну группу. Называю ее, например, там сталкеры. И отдельных участников, кто к этой группе относится, я сюда добавляю. И, соответственно, какие-то страницы будут доступны не веб-квест, а для команды сталкеров. Другие участники ее увидеть не смогут, потому что они в эту группу не записаны. Даже если им дадут ссылку, передадут тайным образом. Они туда проникнуть не смогут. И на вход. Если мы входим, например, не на главную страницу, а на любую страницу этого веб-квеста, например, задание или карта острова, он нас сразу запросит авторизацию e-mail и пароль. Вот те самые личные данные под своей учеткой. Мы заходим, и он нам выдает вот такой вот списочек страниц, которые есть в этом веб-квесте. И дальше мы на них можем перейти. Но если эта страница запаролена, то он нас попросит еще и пароль ввести на эту страницу. И главный вход. А вот эта вот часть, это вот так выглядит прям на чистом экране, просто пасворд. Вход на главную страницу, с которой и начинается путешествие. Главная страница веб-квест. Выглядит она вот так. Вот здесь у нас стоит общий таймер. Я его немножко переставила, чтобы вам было понятно и наглядно, да, так, поближе к нашей реальности. До окончания игры осталось столько-то дней, часов, минут, секунд. И дальше мы переходим к самому квесту на страницу получения заданий. Вот такие таймеры, в принципе, можно поставить и на этапы, но все-таки у нас тема тайм-менеджмент, поэтому соблюдение дедлайнов – это вопрос самоорганизации, и не старешь сильно подсказывать и как-то подпинывать. Учимся самостоятельно следить за временем прохождения отдельных этапов и ничего не пропускать. И следующий этап – это выдача маршрута и локации. Или локации. У нас есть маршрут, проходим мы его в определенном порядке, но перескочить, конечно, можно. Но, опять же, они привязаны к дедлайнам. И здесь немножко не исправилась у нас почему-то в живом режиме. Посмотрю, по-моему, у нас там уже другая дата стоит, не четвертая, а там, по-моему, было восьмое или шестое, если не изменяет память. И по плюсику, вот здесь вся информация приводится по этому этапу. Здесь я ее не стала раскрывать. А вот так вот она выглядит по каждому этапу. Максимально возможное количество баллов за прохождение этого этапа. Как они делятся? У нас там два малюсеньких задания. Сделать скриншот и написать, сколько времени ушло на поиск с помощью простого поиска в электронном каталоге и расширенного поиска. Ну и краткий отчет, почему так получилось. А не было ли там у нас хронофагов? А если были, то какие? И вот здесь вот эта вот связка прохождения и изучения возможностей электронной библиотеки все-таки привязываем к тем заданиям, к тем темам, которые мы проходим в части изучения организации времени. То есть вот совместные такие вот задания даем. Это как-то более стимулирует и более интересно становится проходить. И вот обращаю ваше внимание вот на этот момент, о котором я вам говорила, про бально-рейтинговую систему, почему вот эти вещи лучше продумывать до того, как мы начнем уже составлять сам веб-квест на самом-самом первом этапе, еще на нулевом, скажем так, этапе. Вот смотрите. Что здесь дается? Здесь дается плюшка. Активные участники веб-квеста освобождаются или этого этапа освобождаются полностью или частично от выполнения одного из практикумов тем 2.4 или обоих практикумов по выбору преподавателя. Ну, если прошли, набрали там, например, максимальное количество баллов, например, за весь веб-квест, там, 20 баллов у нас полагается, а за каждый из практикумов по 10, то вот от этих практикумов мы вас освобождаем. Если я делаю веб-квест в рамках своего онлайн-курса, не вузовского, я могу такую вещь сделать. Ну, например, какие-то навыки в процессе игры я увидела, что слушатель ими владеет, и, соответственно, один из этих практикумов или оба практикума он может не делать. Но когда мы говорим о вузовском веб-квесте, опять же, бально-рейтинговая система. Смотрите, за каждую из этих тем, например, у нас... Вот сейчас попробую взять рисовалку и написать. Например, за веб-квест у нас положено 20 баллов, а за каждый практикум у нас идет по 10 баллов. И я вам говорю, ребята, вот если вы пройдете вот этот веб-квест и получите 20 баллов, то вот эти два практикума можете не делать. Ура! Но давайте посмотрим, что может произойти у нас с баллами. То есть получается, он какие-то баллы... У нас же суммируется все к итоговому баллу. То есть он, получается, не доберет эти 20 баллов. Значит, мы их должны прибавить сюда. И у нас веб-квест станет уже не 20, а 40 баллов. Но у нас здесь 10 баллов. И к общему результату у нас 100 может никак не получиться. Да, вот эта вот путаница с баллами может произойти. Или, например, он прошел на 20 баллов, он получил освобождение даже вот с этой точки зрения от этих двух практикумов. Да, ура, ура! А другой участник набрал, например, 18 баллов. И эти два практикума он делал. И выполнил их на каждый по 10 баллов. Значит, получается еще 20 баллов. Сколько он получает? 38. Да, и получается, тот, кто играл хуже, в результате получил баллов больше. Мотивация может упасть. А зачем я буду вот это делать, если потом... То есть вот такие вот нестыковки на этапе планирования, особенно когда связаны с балльной рейтинговой системой, очень внимательно обращайте внимание. Лучше заранее это все продумать, составить такую сетку, посмотреть, чтобы у нас все... И вот такие плюшки, конечно, лучше не делать, просто не включать в учебный вузовский квест, придумать что-то другое. Например, есть возможность 15 бонусных баллов за весь курс, за там творческий подход, за еще что-то. И вот их мы можем использовать сюда в качестве бонусного поощрения. То есть вот эти вещи с баллами очень осторожно. Пожалуйста, на них обращайте внимание, потому что могут быть вот такие ситуации. И дальше по плюсику мы открываем, уже переходим к выдаче самих заданий и загадок. Основные задания выдаются здесь, ну и загадки, какие-то дополнительные бонусные задания уже по ходу выполнения этих заданий могут открываться еще дополнительно. Вот так выглядит примерно наша... Ой, возьму стрелку. Задание на первый этап. Ну здесь еще не прописаны критерии, по которым идет оценка заданий, за что начисляется, за что не начисляются баллы. Это уже в СДО можно тоже прописать в системе дистанционного обучения, вот в самих регламентационных, организационных вопросах. А можно сюда написать по критериям, какие есть критерии, на что ориентироваться, как должен быть представлен результат. И здесь используем гиперссылку. Первое, мы изучаем карту по этой гиперссылке, мы переходим сразу на карту. Сделала я... Вот здесь уже открывается новая локация, сама карта, главная страница электронной библиотеки. И я использовала интерактивную фотографию, вот это все интерактивные метки, подводим к ним, и они дают пояснение. Для каждой метки можно посмотреть какую-то краткую информацию. Мы изучаем, что находится на этой карте. Но это еще не вся карта. У нее есть оторванные кусочки. Например, расширенный поиск – это отдельный кусочек карты, который потом мы получаем, выполняя определенные задания, отгадывая загадки. И вот получили мы эту карту, переходим в новую локацию и изучаем уже расширенный поиск. На самом деле они все очень быстро проходятся. Все эти этапы не занимают много времени. Еще одна локация – это личный кабинет. Здесь тоже свой кусочек карты. Не все они сделаны с помощью интерактивной фотографии. Есть и видеоролики инструкционные, есть и слайдовые презентации. Кстати, в Тильду презентация PowerPoint вставлять нельзя, но я нашла способ, как это можно сделать инструкцию в виде такой карусельки. Покажу вам, как это выглядит, и если будет интересно, потом я вам осенью расскажу, как это можно сделать. Из презентации PowerPoint очень быстро делается такая каруселька. И еще одна главная локация – такая сумка «Индианы Джонс», куда мы собираем все наши сокровища. Это моя библиотека. Сейчас поменялся интерфейс. Недавно, буквально на днях, прошла реорганизация. И вот эту часть придется немножко переделывать уже под новый интерфейс. Ну вот, избранные книги, все, что мы добавили к себе на полку, мы научились это делать. У нас тоже был кусочек карты. Выполняли тоже задания, тренировались. И вот мы собираем все сокровища сюда, в избранные книги. Еще одна локация – это закладки. И еще одна локация – это цитатник. Вот эти две локации – это то, что позволяет нам навести порядок в наших сокровищах. Сначала мы в свою библиотеку напихали вообще все, что блестит, а потом мы отбираем изумруды в одну сторону, бриллианты в другую, золото в третью, а то, что самоварное, нам не нужно, мы его исключаем. Вот это вот с помощью закладок и цитатника мы делаем. Опять же, здесь тоже идут через игру. Мы учимся делать закладки через задания. И у нас получается такой список. Все это отражается в личном кабинете студента. Результат они представляют скриншотом, потому что я не могу зайти в их личный кабинет по их учетке, но на итоговом занятии я могу попросить открыть и показать. На самом деле, это там есть. И цитатник. Это уже какие-то кусочки текста, цитаты, которые мы собираем из книги, дается задание путем подсказок. Они собирают подсказки, и вот они выходят на то, что им нужно найти определенные подтверждения в той или иной книге. Они узнают, с каким источником нужно поработать и делают такой список цитат. Вот интересная такая штука тоже, которую потом тоже можно использовать. Причем, так как у нас все книги, я показываю на других примерах, но они связаны с темой курса, то потом этот материал можно использовать при подготовке к итоговому мероприятию, к промежуточной аттестации, к вот этому заданию на выступление. То есть мы в процессе игры собираем весь этот материал, причем еще и частично коллективно. И как осуществляется проверка ответов и заданий? Используем файлы, они прикрепляют в системе обучения, в своей СДО вуза, с тем, чтобы не можно было поставить задание, что-то присылают мейлом, опять же через СДО, то, что не требует оценки и учета в журнале успеваемости. И интерактивная доска используем. Например, у нас есть еще один такой небольшой веб-квест, доска расследования, квест в квесте. Небольшой. И для третьего курса с первым мы не играли, а с третьим – да. И интерактивная доска еще используется на командном этапе, когда все свои сокровища, нам же главное, чтобы в итоговом представлении не было дублирований. Часто книги, они будут повторяться, нашли одно и то же, а некоторые могут и отличаться. Вот то, что отличается, мы собираем общим таким полом на интерактивную доску. Потом просто ее выводим на экран, и по ней они, например, с третьим курсом мы ушли от презентации. Первый делал, третий уже не делал слайды. Они могли заменить на представление такой результат в качестве интерактивной доски. Автоматизированная проверка и подсчет очков и баллов за задание использовали сервис онлайн-тестпэт. Там очень хорошо построена вот эта система автоматической проверки и подсчетов. Сразу можно увидеть. И плюс проверка, что задание выполнено или ответ найден, это получение пароля и открытие доступа к очередной локации, к очередному этапу. Например, при переходе на командный этап они решают загадку, выполняют небольшое задание по предыдущему этапу и получают кодовое слово, которое дает возможность перейти, например, на командный этап. Пароль такой. Вот по тому, человек зашел или не зашел, для меня это уже сигнал. Выполнил он это задание или нет. Ну и вот как может выглядеть представление результата, например, в виде скриншота в той же локации закладки. Вот мы отработали, нашли сокровища, мы поработали, мы продрались через все тайные секреты. Мы выводим в закладках у нас список книг, с которыми мы работали. И вот здесь, например, у нас четыре закладки, мы можем вот так вот их открыть, кликнув по названию книги, у нас открывается вот на каких страницах, и я сразу могу увидеть, правильно или нет. На тех он страницах нашел нужные фрагменты или не на тех страницах. Ну, в задании это было сказано. Зашифровано название книги, номера страниц, он выполнил ряд заданий, прошел загадки и нашел, сделал закладки на этих страницах. Заодно получил кусок карты, как правильно делать закладки, он их освоил, и вот он и представляет. Если вот в таком виде будет прислано, я не засчитаю, обязательно должна быть видна учетная запись, что это действительно его, ну, такое подтверждение выполнения этапа. Ну, вот есть такая вот особенность, как можно отследить, как можно подсчитать, засчитать или не засчитать. Ну, с цитатником немножко попроще. Кстати, не все знают, что цитаты, которые собираются вот здесь в цитатнике, можно выводить списком на вордовский файл и вытаскивать их из этого цитатника. Не все преподаватели, к сожалению, об этом знают, не говоря уже про студентов, а вот у нас студенты об этом узнают и еще научаются это делать. Данные самые короткие по тому, из какого источника взята цитата, сама цитата. И, да, вот эта затекстовая ссылка, это уже ручками дописывали, он приводит ее без вот этой части, без указания, с какой страницы этого источника была взята цитата. И есть хороший еще такой момент, как указание моих комментариев. Ну, например, они искали цитаты из зашифрованных книг, расшифровывали, находили эту книгу, брали оттуда цитату, находили подтверждающую или опровергающую, относящуюся к какому-то моменту темы, связанной с организацией времени. И вот здесь они писали свой комментарий. Почему он считает, что именно эта цитата иллюстрирует тот или иной момент? Или правильно ли, что эта цитата относится ли они? Иногда такие-то зашифровывали, а цитата совсем не относится к этому, к этой теме, а относится совсем к другой теме. То есть здесь надо было еще догадаться, написать, что вообще-то, а здесь перепутано. Это не к теме хронометража, это к теме планирования. То есть обязательно должен быть комментарий. Ну, это один из критериев оценки тоже является. И вот такой списочек они высылают, например, мне прикрепляют к ответу на задание, либо могут прислать. И я смотрю уже правильность заполнения этого списка, правильность выполнения этого задания. Бонусы и штрафы. Бонусные задания у нас есть. В качестве бонусов мы можем получать, например, дополнительные подсказки. А еще несколько заданий у нас было в курсе. Много мы не делали, потому что потом это все суммируется и может получиться полтора часа на выступление. Баллы таймерики. Одно-два задания в ходе всего квеста. Где они находятся и какие из них, неизвестно. То есть есть еще стимулы проходить вот эти бонусные задания, выполнять. И мы зарабатываем на них баллы, которые не входят в общий зачет. А эти баллы можно поменять на минуты таймерики. Один балл – одна минута. Дополнительное время для выступления команды на итоговом мероприятии. Например, дается на всю команду выступление 4 минуты. А за счет вот этих таймериков за бонусные задания мы можем увеличить его, например, до 10 минут. Потому что мы потом, работая, пройдя индивидуальный этап, набирая вот эти таймерики, мы можем это все сложить в общий котелок нашей команды. И вся команда у нас получается выигрыш. У нас больше времени, мы больше можем успеть и лучше сделать наше выступление. Ну, вот такой вот момент. Можно их, например, для подготовки, для каких-то еще целей использовать. Мы использовали вот так для выступления. И бейджики. Если собрали полную коллекцию бейджиков, можно получить, например, освобождение, ну, например, от третьего этапа квеста. Не выступать публично, но помогать команде готовить выступление, но, например, публично не выступать. Ну, или какую-то другую плюшку сюда можно прошить. У нас была вот такая вот. Собирали пейджики, и ты можешь не выступать, но баллы ты все равно получишь за это выступление, потому что собрал полную коллекцию, ты выполнил определенные задания. Здесь еще может быть, например, какие плюшки досрочное завершение, может быть, переход в ранг эксперта, ты не выступаешь, но ты являешься таким экспертом, который оценивает прохождение квеста другими командами, принимает участие, да, вот дает свою обратную связь, ну, как бы повысил ранг. И обязательно штрафы. Несоблюдение правил, срыв дедлайнов, плагиат, да, взял чужой файл и два одинаковых файла прислал. Они будут отличаться, даже если одни и те же цитаты мы нашли, комментарии будут разные. Не может комментарий быть один и тот же у трех человек, прямо слово в слово, с одними и теми же ошибками. Ну, и попытка отсидеться за это тоже, спрятаться за спинами своих товарищей, за это тоже может налагаться штраф. Но здесь очень осторожно с попыткой отсидеться, могут разные ситуации встречаться, поэтому здесь индивидуальный подход и вообще выяснить сначала ситуацию, почему так получилось, и сложилось. Могут быть серьезные мотивы для того, чтобы не применять в этом случае штраф. Здесь чисто индивидуально подходим. Ну, как вариант, да, может быть. И вот такое у нас есть загадка, задание от мастера загадок, которое мы делали с помощью ресурса онлайн-тестпэд. Если кому-то нужно, кто-то с этим ресурсом не работал, ссылку вам даю, там можно делать разные вещи, тесты, ресурс бесплатный. Ну, так выглядит тест. Да, вот у нас есть такой мастер загадок, который дается инструкция к тесту, вот он нам задает загадку. Нужно расставить в правильном порядке порядок перехода с главной страницы сайта на свою библиотеку. То есть здесь мы проверяем, насколько мы вообще хорошо изучили карту, собрали ли мы все нужные кусочки карты. И вот здесь все условия идут. Максимальное количество баллов 6. Можно их обменять. Они меняются как раз на таймерики, вот в тот самый случай бонусов. И 1 балл – это 1 минута дополнительного времени на итоговое выступление. Сколько наберем, столько получаем. Вот сюда я добавляю вот эти два поля при создании теста имя и фамилии. Вот это важный момент. Попозже покажу почему. И указывается, какое количество вопросов в тесте. Здесь он очень короткий, поэтому здесь один. Ну, это такой вот игровой формат. Нажимаем кнопку «Далее». И вот нам надо расставить в правильном порядке элементы сайта, на что мы сначала кликаем, куда мы потом переходим, что мы потом выбираем, и чтобы попасть в свою библиотеку. Задание несложное, если с картой знакомые и так не пропускали. И перетаскивать их можно, либо писать сюда значение номер шага, либо просто цепляя мышкой за вот эти три точки, ставить на нужное место. И в конце он нам выдает результат. Вот так представляется результат этого теста. Все автоматизировано, все подсчитано. И вот количество баллов или правильных ответов у нас два из шести на 33% мы правильно ответили. Значит, две минуты из шести мы заработали. Вот здесь он еще раз просит, ну, так устроена эта цель, что он здесь еще раз просит написать свое имя, фамилию и кликнуть по синей галочке. Если мы этого не сделаем, то в выводе результатов у нас будет пустое поле. Непонятно, кто проходил этот тест. Будет только виден номер. По номеру мы можем открыть только вот эти данные. Кто это был, непонятно. Кому ставить два балла в журнал, тоже непонятно. Поэтому вот эта вот регистрация, вот эти два пуля в самом начале, которые мы пока не заполним, нам не покажут сам тест, очень важно добавлять. Вот кто с онлайн-тестпледом работает, тоже берите на вооружение. Потом я вам покажу, что это способствует идентификации. Если здесь, очень часто бывает, что мы забываем синюю галочку нажать, свои данные ввести. Это достаточно частый случай. Вот так выглядит таблица вывода результатов. Вот они номера, по которым идентификационные, вот эти вот из результатов, вот они сюда прописываются. Здесь фамилия, имя, здесь идет IP. Мы можем увидеть, с какого компьютера заходил человек, поэтому личные данные я закрываю. И вот то, что мы в самом начале теста добавили, два поля, имя, фамилия, вот они здесь и у нас автоматически появляются. Поэтому если мы в конце не написали, и здесь будет пустое поле, по этим данным мы всегда идентифицируем, кто же у нас получил 0 баллов, а кто у нас получил 2 балла. И, соответственно, мы эти баллы можем начислить. Вот такая вот маленькая хитрость есть. Еще один пример теста. Это уже в самой ТИДе сделан. Это совершенно простая вещь. Там, где не надо начисления баллов, что-то во что-то переводить, нам достаточно просто получить подсказку или получить пароль. Да, вот здесь еще, в этом тесте, есть в онлайн-тестпэде, есть такая фишка, что он может сделать несколько попыток, например, улучшить свой результат. Поэтому в инструкции и в самом пояснении к прохождению веб-квеста я им пишу, что результаты зачитываются по первой попытке или по первым двум попыткам лучший результат. С тем, чтобы не было стимула вот этой вот угадайки, пока я не получу все 6 баллов. По первой попытке. Вот насколько ты реально знаешь. Ты реально знаешь на 2 балла, на 2 минуты дополнительно. Ну вот они и засчитаются. Опять же, это в инструкции. И в правилах важно прописать. Вот зная особенности разных ресурсов и сервисов, вот эти вещи нужно обязательно в правила прописывать к этапам или к общему прохождению квеста, чтобы потом не было неприятных неожиданностей. На примере другого теста показываю. Ну, тест, он в открытом доступе есть, ссылку, да, можете зайти поиграть. Он такой смешной, сделан с юмором, про слова, которые похожи на современные, но имеют другое значение. Ну, так забавно в него поиграть. Здесь есть ссылка. Я не помню, ведет ли она на открытый тест или вдруг на закрытый. Нечаянно я его поставила. Я вам в чат эту ссылку дам. Вот этот тест очень простой. Скорее для перехода на новую локацию, там, где нам не... Прошу прощения, коллеги. Прошу прощения, нечаянно сработал телефон. Там, где не требуется... Ну, просто нужно ввести какой-то игровой момент, не просто выслать парол или по почте, а вот поиграть и получить в конце этот пароль. Приложить хотя бы какие-то усилия, но и немножко поразвлечься. Он очень быстрый, и пройдя этот тест, он похож на развлекательный тест, который мы очень часто в социальных сетях сами играем или встречаем. Там нет учета данных, там нет учета, вот кроме вот этого, вот что видит только сам пользователь, если только он захочет им поделиться, увидит другие. То есть я не вижу, как они проходят этот тест. Можно проходить его... Нет ограничения на попытки, то есть сколько раз прошел, столько раз прошел. Это можно делать здесь, потому что наша задача, чтобы он просто получил пароль или кодовое слово для того, чтобы перейти на новую локацию. Он не должен быть страшным, он не должен быть жутко сложным. Вот такой вот совершенно простой, но вот некий игровой формат сюда все-таки привнесет. И при, например, там, из 14 вопросов, если он ответил правильно, там, на 7, он получает доступ. К примеру, если меньше, здесь есть возможность ввести какой-то дополнительный текст к результату. Все это мы прописываем, придумываем, продумываем сами. И вот здесь мы можем написать это кодовое слово. Или, например, попробуйте еще раз, вы выиграли там половину кодового слова и половинку привести, да, то есть какой-то интерес пробудить дальше. И вот так вот. Ну, разные шарики и прочие игрушки мы иногда гоняем до бесконечного количества раз с тем, чтобы добиться нужного результата. Ну, здесь примерно вот так. Он не должен быть очень сложным, с тем, что это все-таки, ну, вот такая небольшая разминка отвлечения от серьезной игры. И коллекция бейджиков. Вот я вам два бейджика из нашей коллекции привела. У нас там есть еще знаток картотеков и каталогов, знаток ББК и УДК, да, и вот какие-то еще вещи сделаны. И вот такую коллекцию он собирает, например, вот здесь мы тоже можем давать ссылку, где получить бейджик. Он заходит и за прохождение такого теста, например, получает бейджик. Или к тестам можно самостоятельно получать. Я им сама выдавала. То есть, ну, вот прошел, набрал количество баллов, прошел какой-то этап игры, и вот получаешь бейджик или несколько бейджиков. И сервис для создания вот таких бейджей очень хороший, мне очень нравится, очень простой онлайн бейджмейкер. Он позволяет вот такие 3D бейджики создавать и делать. Ссылку на него я вам тоже даю в чат, и здесь она есть. Без регистрации онлайн, потом просто копируем, и у нас вот такая вот красота появляется. Причем на одном и том же шаблоне мы можем менять просто надпись лучшему тестировщику, заметил там где-то ошибку или опечатку, сообщил, и за это получил бейджик. Опять же, за какие заслуги полагаются бейджики, в правилах инструкции в самом начале прописываю. Ну и подведение итогов, автоматическое оценивание отдельных заданий, это вот, как я говорила, онлайн тест-пэд. Вручную это прикрепляемые в СДО и высылаемые на почту результаты занятий. И поэтапное оценивание у нас тоже было такое промежуточное оценивание по игре. Результаты индивидуального этапа смотрели по результатам набранных баллов автоматического оценивания, дополнительные бонусные баллы, подводили такой промежуточный итог. После этого мы делились на команды и дальше шла работа и результат общего командного этапа представляли в виде электронной доски такого общего списка источников найденных, список цитат, закладок. И дальше уже публичное выступление, представление своих результатов, рассказ о том, как мы искали, с какими трудностями столкнулись и так далее. В отдельном случае я могу попросить показать разделы закладки, цитатник, своя библиотека уже на самом последнем завершающем этапе тех студентов, где есть сомнения, например, а не отсиделся ли он, а есть ли у него эта информация, или, как всегда, Вася решает, а Петя сдают. Просто прошу открыть вот эти разделы в электронной библиотеке и показать, а что у тебя там есть. Да, и сразу становится понятно, делал, не делал, высылал свои скриншоты или чужие, фотошопом подставлял название своей учетной записи. Ну и последний этап, вот он у нас тоже есть. Ну вот так мы подводим итоги по нашей игре. Ну и подведение итогов в тест, в онлайн-тестпэд, это выглядит примерно вот так, можно увидеть в графике количество прохождений. По отдельным ответам, здесь я их тоже закрываю, чтобы не было искушения подсмотреть, дается информация, какой пользователь, с какого IP, на какие вопросы, и вот прям пошло по вопросам, где он дал правильные ответы, насколько это правильно, по вопросам, сколько человек, это по отдельным ответам, и по вопросам, например, сколько человек, сколько правильных ответов, ответов, какой из вопросов у нас сейчас, насколько правильно, кто ответил, с помощью графика, здесь же можно это посмотреть, данные, сколько раз был выбран тот или иной ответ на данный вопрос, вот три варианта ответа, и кто какой выбирал, сколько людей ответило правильно, сколько неправильно, для дальнейшей актуализации тестов, может быть, их усложнили, или наоборот упрощение, это такая хорошая наглядная информация, ну и в цифровом выражении также данные здесь приводятся, ну и общая сводная табличка, уже по всем участникам, по всем вопросам, которые у нас были, данные можно посмотреть, ну и самое интересное, это вот таблица результатов, вот тот случай, когда не на последнем этапе прохождения теста не ввели свои данные, здесь пустое поле, пользователь, если не добавить вот ту фамилию, имя, регистрацию в начале теста, то у нас вот такая ситуация очень часто может возникнуть, и по номерам мы только увидим вот тот самый Toolbars с процентами, вот эту красоту, но не будет понятно, кто дал ответы на эти тесты, поэтому лучше вот регистрацию в начале еще раз поставить, тогда мы сможем идентифицировать, и да, вот по этому номеру мы просто попадаем вот на этот результат, все равно непонятно, кто заработал 15 баллов из 28 возможных. Ну и легкое добавление пользователей, три варианта в тест, мы их можем очень быстро добавить, если большую группу подсоединяем, лучше импортом из файла, есть возможность масс импорта, скачивается шаблон, и просто заполняются поля в соответствии с шаблоном, и тогда он всю эту массу, 30-40 человек, сразу загружает в этот тест. Если людей немного, можно добавлять по одному, например, в команде тест делается для отдельной команды, которая отдельно проходит веб-квест, и тогда мы делаем, можно импортом, можно по одному просто их сюда добавить. А если они уже проходили тесты, то можно, например, скопировать, открыть пройденный тест, выбрать нужных участников, вот так же разделить, например, всех участников на команды, и для определенной команды они сюда прям все сразу и добавятся, и будет отдельный тест, только доступный для этой команды. И есть возможность создания персональной ссылки, и если мы нажмем «Отправить e-mail», вот эта индивидуальная ссылка уйдет уже конкретному автору, то есть тогда уже легче будет проходить этот тест и больше возможности идентификации, кто же у нас это был. Если мы этого не делаем и по электронной почте не отправляем, они просто заходят и сами регистрируются на прохождение этого теста, тогда вот эту форму регистрации лучше использовать, когда мы создаем тест с тем, чтобы потом можно было данные идентифицировать. Ну и подведение итогов. У нас по всей игре, я это делала в Excel-табличке, показываю табличку по курсу, по темам курса, задания из курса, то же самое делается и для веб-квеста, просто вот здесь будет задание самого квеста, это будет не курс, а отдельная игра. Ну и количество баллов будет, конечно, другое. Здесь мы исходили из стобальной системы, распределяли баллы, а вот так вот можно прямо вот эту заготовку делать в самом начале, на первом этапе разработки квеста, когда мы расписываем те активности, за которые начисляются баллы и которые будут учитываться в бально-рейтинговой системе, пойдут в зачет, и мы их сюда расставляем. Ну, здесь будет один, два, три, пять баллов. Вот такая вот цветная красота получается. Цветовая индикация тоже имеет свое значение, но для курса у меня голубым было выделено, например, задание для самостоятельной работы, все остальное они делают в аудитории. Здесь мы можем по-разному сделать, например, тесты голубым, сразу видно, или те задания, которые являются бонусными, отметить их голубым цветом. И дальше идет расстановка баллов. И вот эта вот заливка ячеек, серым, это те задания, которые были пропущены, этапы, то есть человек не принимал в них участие, не выполнял. А вот это красное, где стоит ноль, это срыв дедлайна. То есть задание было прислано, но дедлайн не соблюден, а у нас строго. Прислал после, разместил после дедлайна, но я его не проверяю, ставлю ноль баллов. Ты сорвал дедлайн. Да, все. Штрафные санкции. Можно прописать, если у нас прописано, например, не ноль баллов, я его все-таки проверяю, то минус, сколько баллов, и красная подсветка показывает, что был срыв дедлайна. Зеленая наоборот, в короткий срок, прямо вот в день выдачи задания, было выполнено задание, и с каким результатом я тоже пишу. Это тоже тема для размышлений. Но все-таки курс по тайм-менеджменту всегда ли быстрее, как можно быстрее, S&S possible является верным, или лучше не спешить, чтобы потом не переделывать. Белым, значит, все было сдано в срок, достаточно, да, ну и уложились в дедлайн, ну и те баллы, которые мы заработали. А вот желтые, это такие любители последнего момента. То есть стоит дедлайн сегодня в 23.59, и в 23.50 приходит ответ на задание. То есть понятно, что делалось в самый последний момент, человек забыл, значит, вопросы у нас с планированием, и опять же тему к обсуждению нашего курса. Ну, вот такая вот табличка у нас есть с автоматическим подсчетом результатов. Причем если еще сюда такую фишку сделали, что если набирается количество баллов больше 80, то есть уже, ну вот в данном случае по курсу, то есть человек претендует уже на оценку отлично, 90 баллов отлично, от 80 до 89, это перечетыре, не до пять, до четыре с плюсом или пять с минусом. Ну, то есть тоже очень высокий балл. Ну, вот они окрашиваются. Можно наоборот сделать, чтобы окрашивались те, кто не успевает. Ну, и также можно сделать, например, разбивку по группам, и вот здесь подсчет проводить, сколько баллов набрала каждая группа. Вот у нас три группы было в этой... Три команды в этой группе. Вот так вот может выглядеть табличка, например, ведение, отслеживание игры и подведение итогов. Можно сделать в Google таблицах, но это в основном больше касается преподавателя, поэтому не все и не везде я им показываю. Ну, вот такой у нас небольшой экскурс по тому, что мы сделали. И, как я вам обещала, покажу я вам, как вот это все богатство выглядит в живом варианте. Очень быстренько покажу, как они работают. Так, и коллеги, напишите мне, пожалуйста, сейчас я открою свой экран, попробую открыть. А вы мне напишите, пожалуйста, видите ли вы таймер. Можно поставить просто плюсик в чат, чтобы мне сориентироваться, видна ли страница. Ага, видна, отлично. Тогда поехали. Вот так выглядит первая страница, на которую мы попадаем. Вот он идет, отсчет таймера, сколько осталось времени до окончания игры. Переходим к квесту. Вот так выглядят у нас задания. Вот мы их по плюсику можем открыть. И вот пошло описание заданий. Вот пошло описание заданий. Вот эти три блока, терра инкогнито, осваиваем тайный язык и расследование за загадки века. Вот эти вот три блока. Это было для третьего курса. С первым курсом сокращенный вариант. Мы только работаем с ЭБС. А вот для третьего курса важно еще и уметь работать с другими сервисами. Я им показываю, где искать журналы, потому что многие начинают уже писать, пытаться писать статьи для различных сборников, что-то публиковать. Поэтому для них еще дополнительные ресурсы тоже важны и нужны. И вот мы как раз осваиваем новую терра инкогнито, осваиваем, как делать, правильно оформлять ссылки, затекстовые в наших статьях. И потом все вот это предыдущее. У нас идет такая игра расследования загадки века. Эту игру я вам тоже покажу. Можно сделать, например, выдачу заданий и прохождение этапов вот так в виде таймлайна. Для первого курса был вот такой вот небольшой таймлайн. Но здесь не скрываются задания. Немножко он побольше. Сразу их видно. И вот по ссылке мы можем сразу перейти... Да, у нас есть отсюда или отсюда мы можем перейти на карту, которую нам нужно изучить. Вот в таком виде, например, можно сделать вот это все возможности тильда. Про изучение карты. Вот когда мы переходим по ссылке, мы попадаем на интерактивную карту острова. Мы можем сразу нажать вот на этот значок. Опять же, в инструкции это прописано. И он нам показывает, где эти метки у нас находятся. И дальше мы идем по ним. Подводим мышку, и он нам пишет важные пояснения, что это означает, что это за позиция такая, что это за место на карте, что здесь можно найти, что с этим можно сделать, что здесь находится. И какие-то важные пояснения, как этим, например, пользоваться. И вот мы прошлись по меткам, мы их изучили, мы можем вернуться, повторить, если это необходимо. Вот такая вот карта в таком виде у нас существует. И то, что я вам обещала про игру, покажу про расследование загадки века. Вот есть у нас такая игра. Это мы с третьим курсом играли. И потом я очень быстро покажу эту игру, потому что мы в нее еще играем на курсе библиографии для небиблиографов. Поэтому очень быстро, очень кратко я вам по этой игре покажу, просто чтобы иметь общее представление. Вот так выглядит у нас игра. Сначала идет постановка заданий, это я оставила даты из... не стала менять, как у нас это было в учебном формате со студентами. И здесь идут пояснения, что нужно сделать, куда собрать и так далее. Дальше идет некое вступление. Рассказывается эта загадка, история. И вот мы нас пригласили как экспертов в области, как знатоков в области поиска информации. И вот здесь вот такая небольшая, небольшой стори-теллинг. Затем идет пояснение, пошаговое выполнение, что нужно сделать, выполняя это задание. И плюс список ресурсов, которыми мы пользуемся. Ну, дополнительные можно, но вот эти вот в обязательном порядке. Мы их используем. И потом уже по желанию можно какие-то дополнительные тоже привлекать. Но это вот обязательно, скажем так, минимум. От чего толкнуться. И вот дальше та самая плюшка, тот самый плюс тильды, который мне очень понравился. Если бы мы играли просто... Можно дать ссылку на доску, у нас в подлете делается. Мы собираем материал на доске, мы переходим на другой сервис. Здесь мы никуда не переходим. С помощью виджетов я эту доску включаю прямо вот сюда. Вот она на сайте. Причем обратите внимание, что у нас нет адресной строки. То есть по ссылке мы на саму доску туда перейти не можем. Только вот отсюда. Мы работаем как бы на ней, но все эти изменения отражаются на доске там. Ну, вот это вот очень такая хорошая вещь. То есть попасть на эту доску можно только в своей учетной записи и только будучи участником квеста. Если я даю ссылку на сторонний ресурс, то там либо надо проходить дополнительную регистрацию, либо я могу передать эту ссылку кому угодно, и он может попасть на этот ресурс со стороны. Здесь такая возможность исключается. Прямо вот работаем на сайте. Это очень здорово, удобно. И вот мы собираем все данные по этому детективному случаю. Вот мы их собрали, и мы определяли здесь, является ли это правдой, известный, широко известный факт, или же это просто такой фейк. Вот здесь я оставила. Можно ставить ссылку, перейти на большую доску, и вот мы действительно попадаем на подлет, и здесь можем играть. Но я обычно для студентов вот эту вот часть убираю. Доска достаточно большая и широкая. Здесь есть скроллинг. По умолчанию она выводится очень маленькая и узенькая, буквально вот так усенькая, и работать на ней очень неудобно. Нужно залезть в код, и нашли такую хитрость, как можно эту доску расширить, тогда на сайте она будет выглядеть вот примерно в таком объеме почти полностью. и на ней становится удобно работать. И в конце обязательно идет инструкция для тех, кто никогда не работал на этой интерактивной доске, как вставлять сообщения, что куда писать, как удалять, как добавлять, что можно сделать. Ну, такая инструкция в виде вот такого вот краткого видеосюжета. Вот, например, вот в таком виде мы можем сделать вот такую игровую, игровой элемент. Это вот почти микроигра внутри большого квеста. И инструкции можно еще делать, вот то, что я вам говорила, с помощью слайдов. Слайды, сначала я делаю слайды в PowerPoint, а потом я их масс-импортом, то есть одновременно сразу все, они не вставляются из PowerPoint, их нужно сначала сохранить как рисунки, а потом в тильду они вставляются вот такой каруселькой. Почему каруселька мы можем переходить либо здесь, либо вот здесь, по этим слайдам, и плюс еще комментарии дописывать внизу. Инструкцию можно размещать и вот так. Для тех, кому неудобен видеоформат, например, можно и в виде видеоскриншота, и, например, в виде вот такой вот карусельки. Можно ее сделать замкнутой, то есть она не совсем по кругу, односторонняя каруселька, она доходит до последнего слайда и останавливается, и иначе никак не замыкается, не зацикливается, не закрывается такой полный цикл. Это тоже все в настройках можно сделать. И вот такие у нас вот инструкции, краткие можно сюда размещать, например, в несколько слайдов. Можно большие, можно много картинок добавлять. Вот такой тоже элемент можно делать. И сейчас я вам тоже покажу еще одну страницу. Заданиями мы посмотрели с интерактивным островом, с картой мы посмотрели, доску расследований я вам показала. И еще один вот такой игровой момент можно сделать чисто с помощью инструментов тильды, чем она мне тоже очень понравилась. Вот как получить, сделать переход на новую страницу. Нам нужно отгадать ребус. Для того, чтобы получить кусочек карты, скрытую часть острова, нам нужно получить доступ к этому острову, разгадав небольшой ребус. Вот мы этот ребус с помощью ресурсов. Сейчас я вам скажу. Так, сейчас попозже эту ссылку дам. Генератор ребусов. Просто делаю вот такая картиночка, ее сюда вставляю и прописываю обязательно четко, пошагово, что надо сделать. Разгадать тайнопись, узнать слово код, записать его себе или запомнить, по кнопке перейти к стражнику. И там написать это кодовое слово, но используя английскую раскладку клавиатуры. Это вот еще один из способов, как можно получить доступ к странице. Либо через тест тильды, там совсем просто, и можно вводить это кодовое слово на русском языке. А вот здесь, к сожалению, сам пароль на страницу, вернее, там можно вводить сразу на английском языке, а здесь только, вот он на английском. Вот только английская клавиатура работает. Ну и если не хотим играть, не хотим туда переходить или слишком рано, мы можем вернуться к заданиям квеста на страницу, посмотреть, что там еще у нас есть. Либо мы переходим на страницу, и вот он у нас просит ввести это кодовое слово. Я уже забыла, какое у нас здесь было. Ага, вспомнила. И вот мы вводим кодовое слово. Сейчас английский поставлю. Вот мы отгадали этот ребус. Кстати, кто-нибудь отгадал его или нет? Мне интересно. Можете в чат написать, что там было за слово. И вот мы получаем доступ к странице, и дальше мы пошли, мы правильно его ввели. И отлично, мы ребус отгадали правильно. Ну вот тоже один такой из вариантов, как можно сделать переход к следующей странице за счет отгадывания вот таких ребусов. Ну, разная степень сложности здесь может быть. Можно варьировать что-то попроще, что-то посложнее. Ну вот этот относится к изучению как раз в университетской библиотеке. А иногда я сюда зашифровываю еще какие-то понятия тайм-менеджмента, но все-таки не забывая, что мы ищем и где мы находимся. Все-таки у нас привязка курса должна быть. Ну вот такие у нас возможности есть, и мы их использовали для организации нашего веб-квеста. Ну и вот этот тест, который я вам обещала, самый простой, самый легкий в тильде. Вот так он выглядит. Здесь дается инструкция, и вот мы переходим к самому тесту. Мы можем отвечать. Здесь вот какая вещь есть. Он показывает, сколько перед вами человек ответил правильно на этот вопрос теста. не более того, сколько процентов выбрала этот вариант, да, и показывает правильные, неправильные ответы. Ну, то есть вот совсем такой простенький, почти развлекательный. И в конце, сколько мы баллов набрали, он нам покажет, либо не покажет слово, или может показать, например, часть какого-то кода или пароля, чтобы добрать остальные. Можно, кстати, здесь к правильным ответам вот сюда дописывать, например, часть пароля или одну букву от кодового слова. Надо собрать все правильные ответы для того, чтобы иметь возможность. Или часть подсказки будет дописана вот сюда после ответа. Ну, здесь тоже можно поиграть и вот такие вещи интересные сделать. Ну, вот вроде бы и все. Светлана Виллис, ага, отгадали закладки. Да, конечно, это были закладки наш, ответ на ребусы. И сейчас я вам покажу еще один пример ребусов. У меня есть такая просто, о, как она называется, по-русски сборник, небольшой клад таких уже заранее заготовленных ребусов, которые я просто уже вставляю в нужные места, где это можно использовать. Да, вот, нет, а, да, вот здесь, вот здесь цитатник. Ну, вот я выбрала самый простой, самый простой уровень сложности. Можно задать очень сложно, и там действительно приходится поломать голову. Да, и вот у нас вот такие... А вот это вот угадаете, что это за слово? А вот попробуйте-ка угадать. А что, что здесь зашифровано? Ага, тишина в эфире. О, знатоки тайм-менеджмента. Угадали, хронофак. Так, отлично. Да, и вот мы вот так можем и термины из тайм-менеджмента заодно повторяем, и какие-то термины, с которыми мы знакомились в ходе работы в университетской библиотеке онлайн, вот мы можем сюда их зашифровать. Причем разные картинки могут быть на одно и то же слово. Есть такая возможность с разным уровнем сложности. И вот можно вот такие вот ребусы легкие задавать, вот как бонусные задания, либо как такие вот переходы, да, легкие переходы. Ну вот, вроде бы, коллеги, и все на сегодняшний день, чем я хотела с вами поделиться. Так, сейчас я последний слайд открою. Ну вот такой примерно у нас онлайн-квест получился. Конечно, я показала вам не прям вот все целиком. Если будет желание, то осенью мы можем прям такой мини-курс провести и сами поиграть, и свои веб-квесты поразрабатывать. Поиграли бы. Ну, какие-то элементы я выкладываю там в открытый доступ, а так вот можно сделать вот такой вот веб-квест по библиотеке, электронной именно библиотеке, и можно сделать вот такой небольшой мини-курс, где мы и поиграем, и познакомимся, но в первую очередь для... Надо понимать, на каком ресурсе мы это все будем осваивать. Для подписчиков университетской библиотеки онлайн вообще не проблема. Доступ есть, но если не подписчики, ну, как-то, я думаю, за летом мы этот вопрос тоже сможем решить. И несколько полезностей в презентации. В самом конце я вам тоже даю три возможности, три интересных момента, которые есть в университетской библиотеке онлайн. Доступны они будут и для не подписчиков, но просто какие-то нюансы. Вы сможете увидеть только карточку книги, но сам тест открыть, посмотреть, по-моему, там такой возможности нет. Просто общие какие-то моменты можно увидеть. А вот обновления, по-моему, они доступны и для не подписчиков. Вот три интересных момента. Обращаю ваше внимание, что есть возможность издать, например, свою книгу с интерактивными тестами. Такие примеры книг университетской библиотеки онлайн, в том числе и учебных. Посмотрите, они простые, но тоже можно использовать в учебном процессе. Прямо такие возможности есть. И есть еще раздел обновления контента. Это вот из серии «А что новенького появилось?» Там можно задавать период за последнюю неделю, за последний месяц, за последние три месяца. Вообще, какие новинки пришли в библиотеку. И по критериям отбора, по фильтрам он вам прям выдаст список, что нового появилось. Где это отслеживать? Прямо ссылку я вам сюда даю. Поэтому вот эта вот последняя полезность – это вот те самые плюшки, которые сюрпризы за активное участие в вебинаре. Я вам, что называется, дарю. И вот забирайте, пользуйтесь, принимайте к сведению. Ну и, коллеги, если есть какие-то вопросы, наша группа на Фейсбуке есть «Библиография для небиблиографов». Можно по ссылке перейти и зарегистрироваться, если не зарегистрировались. Ну и можно писать мне на электронную почту, тоже, если вдруг что-то. Так, и вот этот тест, я вам ссылку на него там, тест-провалявку. Попробуйте, попробуйте поиграть, попробуйте его просто пройти. Вот он, вот, по-моему, он вот так. По-моему, это тот адрес, потому что я его еще вставляла, переделывая веб-квест, и там он будет закрыт. Попробуйте просто по нему перейти. Если он открыт, то можно в него поиграть. Ну, он такой смешной, немножко развлекательный, но составлен на основе словаря русского языка, по-моему, XVIII века. Те слова, которые были в ходу тогда, и которые очень похожи на современные. Просто попробуйте его посмотреть, посмотрите разные варианты ответов. Вот он такой немножко смешной, забавный. И вот такие переходы, например, с локации на локацию, с одного этапа на другой. Мне вот хочется делать, стараюсь их делать вот такими смешными. Ну, немножко разрядить обстановку, немножко передохнуть, посмеяться. Но в то же время, если привязать их к теме курса, если это не просто развлечение ради развлечения, да, привязать к теме курса или к теме дисциплины, то может получиться очень так здорово, ну, и какой-то страх, напряжение тоже можно снять. Ну, вот, нужна авторизация, да, запрашивает авторизацию. Ага, сейчас я тогда поправлю эту страничку и ссылку вам дам на... Ага, нужна, нужна, все, я поняла. Сейчас я тогда немножко отключусь. Вернее, я еще буду здесь. И я поправлю этот, этот тест. Сейчас попробую прямо сейчас в режиме реального времени его... его сделать открытым. Ага, вот, сейчас мы его сделаем вот так. Мы его сейчас перенесем просто на другой сайт. И он будет открытым. Надеюсь, что будет открытым. Так, и мы его добавим вот сюда. Я забыла, что у меня вот этот сайт, где он находится, он тоже был закрыт. А вот теперь давайте попробуем. Давайте попробуем вот так. А вот по этой ссылке попробуйте перейти. Посмотрите, здесь тест открывается. По-моему, должен теперь открываться без авторизации. Попробуйте вот по последней ссылке перейти. Посмотрите, требует он авторизацию или нет. Напишите мне просто в чат, тогда мы... Если все работает, тогда оставим. В смысле, да, работает. Все, есть, отлично. Вот это тот самый случай, когда страница закрыта на сайте, для входа в который требуется авторизация. Вы без авторизации туда не попадетесь. Не попадете. Либо я ее вывожу, например, просто я ее перевела на открытый сайт, на доступный сайт в открытом доступе, и там вот он совершенно спокойно работает для всех желающих. Ну, так как он был не закрыт, просто поиграть для хорошего настроения. Вот такая интересная штучка у нас есть. Ну, и как пример тоже можно посмотреть, может, какие-то идеи тоже в голову придут. Вот, он такой смешной, действительно полуразвлекательный, но там все слова реальные, и реальность словаря 18 века. Вот, ну и вот такие же вот вещи можно делать и в своем веб-квесте. Ну, вот, коллеги, собственно, это и все, чем я сегодня с вами хотела поделиться. Всем желаю хорошего настроения. Сегодня у нас был с вами последний вебинар, и последний мой вебинар, и последний вебинар из серии вебинаров учебного года 2020-2021 проекта Директ Академия. На этом мы с вами наши ежедневные встречи в течение учебного года завершаем, но не прощаемся. Можете приходить вот в группу библиографии для небиблиографов. Ссылка здесь на слайде есть, или можно найти на Фейсбуке, просто набрать библиографии для небиблиографов. И если кто не записан, записывайтесь. Летом во время отпуска тоже какие-то вот интересные штуки, связанные с изучением библиографии, с какими-то элементами. Я их туда тоже буду выкладывать. Ну и есть такой мой личный интерес. Вот как сегодня я вам показала веб-квест. Вот такие же отдельные задания, какие-то игры, упражнения, связанные с библиографией, с освоением ссылок, библиотечных ресурсов, описаний и прочего делать вот в такой игровой форме. Поэтому какие-то интересные вещи, наработки там буду выкладывать. Ну и смотреть, какие ресурсы для этого подходят, как это можно создать. Ну и может быть осенью даже курс на эту тему у нас родится, если будет интерес с вашей стороны, естественно. Ну вот, коллеги, и все на сегодня. Желаю всем хорошего летнего отдыха. Обязательно хорошо отдохните. Нас ждет насыщенный новый учебный год. Напоминаю, что сертификаты можно будет получить по ссылке, даю ее вам в чат, минуты через 3-4 после того, как мы закроем вебинарную комнату. Запись этого вебинара у нас будет обязательно выложена на нашем канале на YouTube. Канал, в отличие от вебинаров на летние каникулы, не закрывается, будет в открытом доступе. Всегда можно будет смотреть те записи, которые вам интересны, и пересматривать столько раз, сколько нужно. Ну вот, коллеги, и все. Как ни грустно расставаться, но с другой стороны, радостное время каникул и отпусков приближается. Всем хорошего настроения, несмотря ни на что. Сохраняйте бодрость духа. Обязательно крепкого здоровья. Пожалуйста, берегите себя, берегите своих близких. Давайте лучше пока будем встречаться в онлайне на наших вебинарах проекта Директ Академия. И мы рады будем видеть всех вас в сентябре снова в нашей вебинарной комнате. И огромное спасибо всем, кто был в течение этого года с нами. Спасибо за ваше доброжелательное отношение, за внимание к нашим спикерам. На самом деле, как модератор, меня очень радует наша аудитория. Очень доброжелательная атмосфера. Это отмечают практически все спикеры. Очень бережное отношение к выступающим. И за это действительно огромнейшее спасибо вам, как участникам наших вебинаров. Счастья вам, здоровья, хорошего отдыха, настроения. И до новых встреч в новом учебном году на вебинарах Директ Академии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!